Климат и природа Я уверена, вы догадались, ребята. Тема нашего урока – «Природа осенью». Сегодня на уроке вы узнаете о художественно-изобразительных средствах в литературе. Научитесь делать анализ языковых средств художественных текстов. На уроке мы познакомимся со стихотворениями об осени Николая Алексеевича Некрасова и Алексея Николаевича Плещеева. Предлагаю выполнить предтекстовое задание на незнакомые слова и их значения. Эти слова встретятся в тексте стихотворений. Правильно, ребята. А сейчас, ребята, слушаем внимательно стихотворение. Славная осень, здоровый, ядреный, воздух усталый и силы бодрит. Лед неокрепший на речке студеный, словно как тающий сахар лежит. Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно покорий и простор. Листья повлекнуть еще не успели, желтый и свежий лежат, как ковер. Скучная картина, тучи без конца, дождик так и льется, лужи у крыльца. Чахлая рябина мокнет под окном, смотрит деревушка сереньким пятном. Чтобы выразить свое отношение к природе, свое состояние души, поэты и писатели используют в своих произведениях художественно-изобразительные средства. Сравнение. Это сопоставление одного предмета или явления с другими. В сравнительных оборотах часто употребляются слова «как», «будто», «словно». Метафора – скрытое сравнение, употребление слова или выражение в переносном смысле на основе сходства. Эпитет – образное прилагательное, которое характеризует какое-то свойство предмета или явления. А лицетворение – изображение предметов и явлений в виде живых существ. Предлагаю, ребята, вам выполнить следующее задание. Прочитайте словосочетание из стихотворения Некрасова и подберите к выделенным словам синонимы из правого столбика. Правильно, ребята. Ядрёный воздух – свежий воздух. Воздух бодрит, оживляет. На речке студёны, на речке холодной. Поблёкнуть не успели, пожелтеть. Следующее задание, ребята. Найдите художественно-изобразительные средства, сравнение, эпитет о лицетворении в стихотворении Николая Некрасова. Верно, ребята. Сравнение. Лёд, как тающий сахар, лес, как мягкая постель, листья, как ковёр. Эпитеты. Славная осень. Здоровый ядрёный воздух. Лёд неокрепший. Олицетворение. Воздух усталые силы бодрит. Давайте подведём итоги нашего урока приёмом верные и неверные утверждения. Выявим уровень усвоения полученной информации на уроке. Правильно, ребята. Олицетворение – это изображение предметов и явлений в виде живых существ. Неверное утверждение. Эпитет – это несопоставление одного предмета или явления. Верно, в сравнительных оборотах часто употребляются слова «как будто словно». Верно, ребята. Метафора – скрытое сравнение. Для закрепления полученных знаний предлагаю выполнить самостоятельную работу на выбор. Составьте словарик на тему «Осень». Прочитайте рассказ Николая Сладкова «Осенняя ёлочка». Найдите в нём изобразительные средства. Выполнить содержательно самостоятельную работу вам помогут следующие цифровые ресурсы. Спасибо за работу, ребята. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...